Подробно мы сейчас обсудим тему в целом ситуации на фронте с Николаем Аламужем, генералом армии Украины, руководителем службы внешней разведки Украины с 5-го по 10-й год. Здравствуйте, рады вам в эфире Фридом. Здравствуйте. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Героям слава. Николай Григорьевич, от вас традиционно начнем с вашего аналитического обзора ситуации на фронте о самых сложных направлениях и о действиях российских оккупантов. Вам слово. Сегодня мы уже говорим о том, что Россия закончила концентрацию основных войск возле Покровска, и поэтому, проводя операции в Селитово, Торецк, Кураховское направление, это единый замысел в отношении мощных ударов, особо повязанных с пробиванием логистических путей, которые очень важны сейчас для снабжения Покровского группирования вооруженных сил Украины. Поэтому движение в Селитово и, соответственно, активные боевые действия, сейчас еще на окраинах проводятся ряд операций, но именно наши войска вынуждены были отойти из большинства районов этого города. И, соответственно, враг пытается заходить с флангов дальше, чтобы и ударить по тылам наших вооруженных сил, и, с другой стороны, конечно, перекрыть логистические пути, которые являются жизненно важными для проведения боевых операций, и особенно по формированию мощных ударных групп для несения фланговых ударов по противнику. Тут мы идем как бы нога в ногу, то есть враг пытается заходить из флангов, мы наносим там удары. Но в любом случае мы видим, что продвижение есть, несколько километров в этом секторе. Вот очень сложный сейчас формат, это Кураховское направление, для того, чтобы именно создать более широкий фронт прорыва, они пытаются сейчас и возле Кураховского водохранилища активно, без флангов, продвигаясь на Кураховку и дальше развивая южную наступательную операцию, для того, чтобы двигаться опять же по широкому фату Покровска с юга. Поэтому в данный момент есть очень такая урожающая ситуация в отношении продвижения. Такие скорости, пока говорим, врагам по захвату Покровска. Мы создали опорные пункты и укрепрайоны в ряде позиций, вот и отошли по Кураховскому направлению на ряду укрепрайонов. Соответственно, проводятся сейчас контрогневые действия, так скажу, и атаки в отдельных секторах. Вот, поэтому очень важно, чтобы сейчас подтянуть резервы, потому что враг будет дальше пытаться пробивать, особенно южный формат, такой создавая как бы фланговый большой формат продвижения. И, конечно, тогда, если мы говорим о защите Покровска, он будет под угрозой, потому что два сектора со стороны Селинова, а тем более охват более широкий из Курахова, это будет, конечно, угрожающий для наших вооруженных сил. Генеральный штаб, прямо скажу, что видит эти все направления, и сейчас отрабатывается модель так. Враг в определенной ситуации продвигается, мы готовим контрудары, где враг не ожидает, и поэтому может меняться оперативная ситуация даже в этих секторах. Активизировались они направления Торецка, это как раз эти же сектора, вот поэтому попытка дальше продвижения есть, но мы вчера буквально продлили ряд контрударов и даже возобновили позиции Торецки. Поэтому в данный момент бои ведутся в городе, но переменные. И, конечно, большая концентрация войск противника предлагает не только удары по самому городу и продвижение в городу, но и уже мы проводим контратаки как по флангам, так и самой городской постройке. Поэтому тут нет активного продвижения, но если мы говорим в целом, этот сектор сейчас подтягивает несколько сот тысяч вражеских войск. Мы примерно ориентируемся 180-200 по всему сектору от Донецкого, частично Луганского направления. То есть все брошено сюда, то, что есть. Даже не усиливая позицию по Курску, хотя Путин давно дал указание освободить Курск. Но сейчас выполнение задач по продвижению на Покровском, на Кураковском направлении является приоритетным. Поэтому другие направления уже сейчас пока оставили как тактический уровень. Там проводятся атаки, но нет активных продвижений в плане, возможно, захвата новых городов или прорывов. Очень такой четкий знаковый еще пункт – это, конечно, Купинское направление, где враг пытается продвинуться в сторону Харькова. Это давняя модель, которую они давно пытались реализовать. Но мы в разные периоды проводили очень мощные контрудары и даже продвижение по освобождению территории. Сейчас враг выбрал это направление тактически важным. Чтобы с одной стороны оттянуть войска, а с другой стороны считая, что мы там пославим позиции и бросаем на Донецкое направление. Соответственно, там пробивать и оттянуть туда часть подразделений. Ну, это, конечно, речка Оскол, о которой мы неодноразово говорим. Это определенные продвижения возле нее и захват определенных рубежей. Но основные позиции мы держим, особенно на высотах, поэтому враг не может активно продвигаться. Есть только частичное продвижение, вчера буквально несколько сот метров, но это не является каким-то прорывным форматом. Сложная ситуация, если мы говорим на южном направлении, особенно возле Угледара и направлении Запорожского сектора. Вот командующие уже отмечают, что враг пытается ориентировать там на прорыв более такой системный, как бы создавая предпосылки к тактическим наступательным операциям. Это продвижение и с юга на Донецкое направление, и, возможно, удар по Запорожскому направлению. Это как раз этой же целью подтягиваются новые подразделения в направлении работы на вербовое. То есть такой сектор, где очень важно для наступления на Запорожье. Там усилилось количество и огневых средств, и войск до 8 тысяч дополнительно, и попытка дальнейше атаковать наши позиции. Ряд вопросов, о которых мы говорили уже, Курахова, которые очень сейчас рельефные, но я бы обратил внимание, конечно, на Угледарский сектор. Там, где действительно враг пробил в нескольких местах, и, соответственно, пытается создать сейчас локальные форматы ударов с планков по нашим войскам, которые сейчас конституруются на Донецке, и с другой стороны развивать прямые наступательные операции по фронту. Это как раз тот формат, который сейчас, ну, очень важный в плане допущения движения противника уже тактического уровня. А это очень такая опасная ситуация. Поэтому я считаю, что в данный момент Генштаб, особенно вчера заседание проходило, и на уровне президента Украины, сейчас в этом секторе очень важное внимание. Я думаю, что будут проводиться активные, оперативные и военные мероприятия в этом секторе. Чтобы враг не мог развивать направление движения и пытаться зайти на новые, так сказать, уже рубежи, которые засадут условия для более активных наступательных операций. Николай Григорьевич, главным образом источник пополнения ресурсов сейчас какой у нашего противника? То есть это поставки от так называемых партнеров России, таких же террористических режимов, либо есть возможность производства вооружения. Когда я говорю о ресурсах, на данном этапе я имею в виду прежде всего техник, потому что человеческий ресурс мы себе там можем предположить, конечно, откуда берется. А вот в техническом плане откуда обеспечение? Ну, в первую очередь мы говорим о боеприпасах, потому что Ураг всегда имел преимущество. Помним, один в десяти, один в пятнадцатых. Сейчас один в трём. По некоторым секторам уже практически сравнялись. Поэтому мы конституруем то, что дефицит боеприпасов в России существенный. Мы уже неоднократно говорили разведданные, что примерно 50% боеприпасов, особенно снарядов, поступают с Северной Кореи. Если 12% с Ирана, ну и, соответственно, 1200 баллистических ракеток, это также Северная Корея. Поэтому и для артиллерии, для самоходных установок, для танков, это российско-севернокорейский установок. Иран сейчас прекратит поставку, так как находится в самом тяжелом положении. Поэтому фиксируем то, что ВПК России не успевает поставлять и активно поддерживать направления по боеприпасам только в тех секторах, где ведутся горячие бои. Возобновление техники уже не производится, потому что имея примерно 30 тысяч танков в запасниках, примерно около 12, они попытались воспроизвести. Но мы уже уничтожили большую часть, это 75%. То, что они как бы реабилитировали со старых запасов и производят небольшое количество ежегодно, около 250-300 штук танков на той базе, которая имеется, но не имея высоких комплектующих. Это неэффективное вооружение. Но в любом случае оно воюет. Поэтому уже бронетанковая техника, дефицит. И мы поэтому говорим, на фронтах они пытаются использовать как можно реже, больше использовать, конечно, живую силу. Помним по всем направлениям. Это атаки малыми и средними группами, поддерживаемые и авиацией, кабами, летательные различные аппараты, включая, в первую очередь, конечно, шахеды. И это как бы выход, чтобы не тратить самую бронетехнику на лобовые атаки. Только в решальных моментах. Та же самая артиллерия, стволы, их производство ограничено. Они имеют большие, так сказать, расходы. Поэтому в данный момент около 30% уже втрачено. И, соответственно, пополнения нет. Поэтому мы сейчас фиксируем то, что застосование огневых средств, первых, ракетных, зенитно-ракетных, артиллерий и бронетанков ограничивается. Сейчас больше живая сила. Это удары авиации. Еще они имеют 300-350 самолетов. И удары беспилотными летательными аппаратами, которые они производят также в больших количествах, в миллионах, как сказал Путин, в год, а может и больше. Поэтому действительно это проблема. Потому что удары и по войскам, и по ударам еще ночно и ежедневно по всей территории Украины. Поэтому в данный момент противостояние таким средствам системам. Это сейчас важно. С одной стороны, наши беспилотники, наши ударные ракетные системы, которые будут уничтожать базы и системы пуска. А с другой стороны, конечно, это помощь союзников, которая сейчас ставит вопрос в отношении ППО широкого спектра, включая и радиационные системы, которые сажают ракеты-беспилотники. Это системные ракетные модели для того, чтобы, например, те же ракеты брать под контроль ежедневно. Не просто стояли наши на передвижных средствах с пулеметами или там с зенитными пушками, а мощные системы противостояния, например, там бардеры и другие, которые берут цели сразу десятки и сразу их уничтожают мгновенно. Это создает условия для защиты и цивилизм на стороне, и, конечно, наших ребят на фронте. Вот факт, что Иран, вероятно, по крайней мере, какое-то время не сможет осуществлять поставки для России после ударов Израиля по его военным объектам. Насколько это может качественно повлиять на ситуацию на фронте? Либо наш противник все-таки подготовлен к таким моментам? Ну, в первую очередь, мы уже констатировали то, что Иран уже имеет ограниченные возможности производства тактических ракет, малого радиуса действия, которые поставили нам в Украину до 120 километров, среднего радиуса до 600 километров и большого до 2000 километров. Удары по этим заводам и комплектующим, это был решающий формат в отношении уничтожения производства и частично их складирования. Поэтому Иран сейчас стоит перед выбором войны, и ему необходимо самим иметь такие средства, которые еще остались. Тем более, воспроизвести или поремонтировать заводы практически в ближайшие полгода невозможно, так как нет комплектующих, нет эффективных специалистов, а тем более, могут быть новые удары. Поэтому ограничение поставок ракетных средств, я думаю, уже первая составляющая плюс для Украины. Удар по беспилотным летательным аппаратам, которые концентрируются в отдельных местах, так как они планируются не только в Россию для военностей Украины, а и против Израиля. И, конечно, это заводы по их производству. Это вторая составляющая. И, конечно, это удары по базовым предприятиям для производства ракет, беспилотников и, соответственно, систем подготовки ядерных объектов. Вот это сейчас важнейшая составляющая. Я думаю, что Иран уже очень мощно погряз в противостоянии и активную помощь России не смогут оказать. Вот отдельных еще секторах, где остались какие-то небольшие запасы, не вражены как бы Израилем, но вынуждены, конечно, поставить Россию. Но это уже будет нерешающая составляющая. В отношении Северной Кореи они еще поставляют, как мы сказали, и снаряды различных типов, они совместно с российской военной техникой и российские ракеты. Но сейчас меняется и там, соответственно, палитра противостояний мощного формата. Южная Корея подняла также свои войска, объявила в ряде секторов на границе военностовое положение. Вот четко по всем каналам Ким Чене предупреждено недопустимости передачи ракет, боеприпасов различных типов, тем более направление контингенту Украину. Поэтому частично он будет реализовывать. Но с учетом того, что будет ситуация для него усложняться в этом регионе, я думаю, также будет сдерживаться в перспективе в отношении направления и боеприпасов, тем более ракет, так как будет стоять перед выбором уже войны с другими мощными странами. Это очень мощный фактор, который будет влиять на Ким Чене, потому что ему Россия точно не поможет. Военные КНДР, отправленные в Россию для участия в войне против Украины, могут быть не самыми сильными солдатами Северокорейской армии. Об этом пишет издание Wall Street Journal. Вероятно, это молодые люди в возрасте до 20 лет. Отмечается, что Ким Чен Ын может сначала отправить для войны против Украины менее ценных военных. И тут же я хочу зацитировать Пентагон, который пишет, что северокорейские солдаты уже находятся в Курской области. Это Патрик Райдер, сообщил во время брифинга. Патрик Райдер — это пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. И я мониторил, Николай Григорьевич, также российские СМИ. У них сейчас особенно в эфире Ольги Скобеевой очень часто они акцентируют внимание на присутствии северокорейских солдатов и признают это громко. Мол, говорят, ну это же территория России, Курская область. Так кого хотим, того зовем. Это прямо от стат Ольги Скобеевой. Но на самом деле, Николай Григорьевич, мы же понимаем, что без кремлевской политтехнологии такие действия не идут. Я уверен, что основная причина — это не только лишь количественный фактор присутствия военных, которые воюют на стороне Российской Федерации. Что еще может скрываться за этим? Какие сигналы возможны международному сообществу? В первую очередь, мы видим, что формируется военно-политический союз России и Северной Кореи. И, конечно, участие севернокорейцев — это уже не только военный, но и политический знак. Именно такой симбиоз будет очень агрессивный. И, конечно, он требует не только поддержки России в войне различными средствами и техниками, боеприпасами, в первую очередь, ракетами, но и, конечно, военных контингентами. Это уже будет практическая реализация техдоваренности в создании союза. И вторая составляющая — это, конечно, усиление, это дефицит военных России. И Россия не хотела бы идти на большую мобилизацию, в первую очередь, Путин, потому что при таких громадных потерях, это больше 650 тысяч, как сказал Зеленский, я говорю, еще больше, это чувствительно даже для такой страны, как Россия. И поднять новые силы для мобилизации — это уже вызовет против себя огонь. Поэтому поддержка Северной Кореи — это как бы и моральный формат, что вот есть еще новые контингенты, и военные, как они считают, отдельных секторах. Ну и, конечно, используем, в первую очередь, на Курщине, чтобы показать, что якобы они не воюют на территории Украины. Но это все обман. Это реальное участие войск, которые также будут реализовывать ряд проектов, связанных с поставкой техники вооружения. Они уже есть не только в Курской области, но и на территории Украины. Неоднократно фиксировали и офицеры, и военных других в Северной Корее, и даже были погибшие. Это факт. И вторая составляющая Курщина, где они пытаются их обкатать. Да, это и не лучшие молодые войска, хотя есть и спецназы. Частично в отдельных операциях, я думаю, будут участвовать более опытные именно контингенты Северной Кореи на территории Курск и других областей уже Украины. Поэтому в данный момент мы будем не только готовиться проводить операции против них. Это не лучшие бойцы, потому что они не воевали. И в целом у Кореи уже больше 50 лет не имеют опыта и ведения войны, тем более мотивации. И тем более, находясь в таких режимных условиях, часть может быть даже дезертировать после первых больших потерь. Поэтому я думаю, тут с одной стороны концентрация больших сил и мира против такого союза России и Северной Кореи. Это сдерживает фактор. Это еще будет понуждать поддержку Украины со стороны союзников. Раз. Это не совсем такая прям узкая позитивная оценка. Это будет внутреннее противодействие страны Китая. Ему нет нужды иметь такого союзника, который объединился две армии, несколько миллионов, которые могут при определенных ситуациях, когда Китай будет какие-то претензии предъявлять уже к России, чтобы они пытались шантажировать Китай уже военной вооруженной машиной. Поэтому в данный момент, я думаю, и Китай будет постепенно влиять на Северную Корею в плане сдерживания развития таких отношений, особенно военного характера. Если война уже и уже две страны участвуют, они повязаны кровью. Поэтому в данный момент уже не только Запад, который очень насторожен, наконец-то признал наличие севернокорейских солдат на территории Украины. Это указано на то, что они должны действовать. С одной стороны, поддержка Южной Кореи и Украины, не только разведданными, но и перспективными военными средствами. Вторая составляющая – это мощное поднятие уровня военной готовности на уровне Северной и Южной Кореи. Раз. Вторая составляющая – это нацеление всех средств США и Японии на Северную Корею. Два. Это очень мощный фактор был. И третья составляющая – это, конечно, оперативное давление на Ким Ченэна. Мы проводили ряд операций и с американцами, и с другими. И это очень есть эффективные средства, которые мы не раскрываем. Но они, помню, как результат. Даже Ким Ченэн уже с радостью встречался с президентом США на тот период Трампом и уже говорил о том, что он прекращает ядерную программу. Это непросто. Задействуют те решения, которые имели решающее влияние на диктатора Северной Кореи. Григорьевич, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к эфиру «Фридом». Сегодня напомню зрителям, что с нами на связи был Николай Маламош, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok